Подавляющее большинство людей, когда проходят через какие-то испытания или столкнулись с кризисом, с какими-то трудностями или лишились работы, они начинают искать виноватых. Они не способны искать в себе какие-то черты, которые им помогут выживать. Они ищут в себе оправдания, оправдания себя самих, потому что люди не любят признавать себя виноватыми или бестолковыми. Они всегда ищут причину в других, все виноваты. Успешные люди используют тяжелую ситуацию или кризис как новую возможность, потому что любой кризис – это действительно новая возможность, это шанс что-то изменить в своей жизни. Любой кризис имеет такое обыкновение заканчиваться. После кризиса всегда идет экономический подъем, то есть кризис – это шанс. Кризис – это процесс роста, кризис дает новые возможности. Кризис для успешных людей служит толчком к развитию, толчком к совершенствованию и толчком к новым возможностям. Как бы ни было трудно, какой бы кризис ни был, но успешный человек будет искать возможность. Он на последние деньги будет заправлять свой автомобиль, только чтобы двигаться, чтобы найти что-то новое. Он будет сидеть у компьютера, он будет исследовать рынок, он будет смотреть за тем, что востребовано, потому что когда происходит кризис, меняется рынок. Старые возможности закрываются, но обязательно открываются новые. Открываются новые ниши, открываются новые варианты для того, чтобы двигаться. Но для того, чтобы их уловить, нельзя впадать в депрессию. Нужно вкладывать все, чтобы дальше продолжать движение, потому что движение – это жизнь. Успешные люди знают, что зона комфорта, та зона, в которой ты сидишь и ничего не делаешь, или тебя ничто не заставляет двигаться, зона комфорта не имеет никакого отношения к философии успеха. Что же все-таки отличает успешного человека от всех остальных? Это человек, который не остановится, ни перед чем он будет постоянно двигаться вперед, пока он не получит то, что он хочет получить от этой жизни. Только так можно достичь успеха, преодолевая боль, преодолевая страдания, преодолевая трудности достигать своей цели, делать эти бесконечные шаги, пока ты не получишь то, что ты хочешь. Вот это упорство, эта непоколебимость, она и приводит к успеху. Продолжение следует...